Доброе утро, мы сегодня идем на день рождения. Я просто хотела показать, как я выхожу из дома. То есть, детвора выбежала, и все забыли свои сумки. Все в одном стиле, все бананки. Как обычно, вот они. Мы сегодня на дне рождения у Анастасии. Что самое интересное, нас на входе спросили, то есть, ну, Тимур, когда заходил, я не видела, он пришел с шарами, вот с теми розовыми. А Роман, когда зашел, у него спросили, как его зовут, вот он написал, как бы сказал, что его зовут Стаж. Очень интересно. Вот. Не знаю, что у них там за программа. А какую программу купили? Ребят, какую программу купили? Как она называется? Понятно. В общем... Какая? Поезд скарбов. О, классно. Они будут искать сегодня сокровища. Убираем листья? Все оromantички. Спасибо. Сто лет не живет, живет нам, сто лет, сто лет не живет, живет нам. Еще раз, еще раз, деревне живет нам, деревне живет нам, а то Аня Саваня! Всем здраво! Суши! Деваны и куши. Я думаю, желаю, забыла, чтобы все было в связи с двумцами. Анастасия, какой торт тынчовый? В общем, мы закончили день рождения, все классно, классно погуляли, но один вопрос это парковка. Парковка в субботу в Бонарке это какой-то кошмар. Я первый раз вижу, что вот так много было машин, либо потому что дождь и никто сегодня не отдыхает на природе, все приехали в торговые центры, людей очень много в каждом кафе, везде везде, в каждом магазине. Так что оставайтесь дома, если заматывает дождь, потому что будете стоять в сумасшедших промках. И просто очень многие машины даже просто катаются, делают круги и не могут найти место себе. Доброе утро, вчера был первый день осени, сразу видно, да? Мы уже дышим. Надеюсь, ничего серьезного, но начал немного подкашливать, мы вчера были на день рождения, может быть от того, что он так сильно бегал, что-то там сидело. Ты не бегал там вчера? Ясно. В общем, свой предыдущий небулайзер я отправила кому-то из подписчиков, даже я уже не помню, кому. Медведи. А? Медведи. Не, не медведи, медведь этой тети Маргариты. Вот тот вот такой вот маленький, помнишь, еще такой прям, когда ты вообще был маленький, я покупала этот небулайзер. А вот этот я покупала в аптеке, в солнечной. Кстати, да, у нас 100 с чем-то, по-моему, то ли 107, то ли 117, честно не помню. Вот, и там даже есть, сейчас покажу вам, что. Там даже есть вот такая вот насадочка. Соска для малышей, да. Погода у нас такая вот. Немножко моросит, я не знаю, видно вам, не видно. Чуть-чуть моросит, не совсем приятно. Вот, воскресенье, я не знаю, чем мы будем заниматься. Наверное, может быть, поучим какие-нибудь уроки, да? Я не вижу радости в глазах. Может, почитаем что-нибудь? Нет радости, ладно. Я активно готовлюсь к экскурсии, которая будет в эту субботу. И сейчас как раз написала себе такой вот блог про Адама Мицкевича, про памятник. Потому что я люблю, когда у меня все вот готово. И потом просто читаешь, повторяешь. А у нас, кстати, да, посудомоечная машина еще не задвинута. Я сегодня приготовила брауни. Очень часто покупаю плитки шоколада. Причем шоколад 80% и, по-моему, 68%. И вот они у меня часто лежат дома. Просто для того, если вдруг не будет дома ничего сладкого, приготовить этот шикарный пирог. Он сейчас пока только-только-только достала из формы. Это шикарный рецепт, восхитительный. Если надо, обязательно вам напишу. Давайте, наверное, скажу. Итак, две плитки шоколада. Итак, нужно две плитки шоколада измельчить и добавить 180 грамм сливочного масла. Все это на водяной бане растопить. Дальше 3 яйца и 200 грамм сахара смешать в отдельной и другой емкости. Добавить туда 75 грамм муки и щепотку. В рецепте написано «вкусной соли». По типу морская или еще какая-то. У меня была обычная, по-моему, юдированная или вот такая вот мелкая-мелкая. Я прям чуть-чуть добавляю. И все. Когда шоколад растопился, его нужно чуть-чуть охладить, потому что, ну, горячим вливать в смесь яйца сахар-мука, чтобы ничего не свернулось. Все это перемешать и вылить в форму, застеленную пергаментом, в духовку, разогретую до 180 градусов на 25-30 минут. Брауни получается просто восхитительно. Его как раз я готовила на перифериаду в школу к славе, по-моему, два торта, и их размели моментом, потому что, ну, как бы, некоторые даже охотились именно за таким пирогом. Во-первых, наверное, потому что он все-таки из шоколада, а зачастую готовят какие-нибудь шарлотки, еще что-то такое, вот, знаете, более, я не знаю, наверное, более дешевый вариант, скорее всего. Но я считаю, что это недорого, просто как бы плитки, кстати, шоколад покупаю постоянно одной и той же марки, забыла какой, если уж найду этикетку, вставлю. Вот, получается очень вкусно, попробуйте рецепт, проверенный, причем проверенный и мной, а мне его дала маргарита, очень вкусно, так что пробуйте. Вот, еще надо будет сейчас поставить ребрышки. Ребрышки я тоже как-то показывала, я покупаю в бедронке готовые, и они идут с соусом. Сейчас. Вот так вот это выглядит. Вот, я сейчас это все вытащу из пленки, положу в какую-нибудь форму, намажу все это соусом барбекю и запеку в духовке. Вот нам, ну, вообще там на четверых, но нам как бы с Виталиком вдвоем поужинать, может быть, кто-то из детей еще будет и останется, может быть, еще даже на завтра. Вот, так что. Вот такое вот у нас воскресенье опять никуда не выехали. Почему? Потому что был дождь, опять снова, опять снова, в общем, дождь портит, портит все вытечки. Но я думаю, что скоро мне предстоит каждую субботу ходить такое по музеям, так что я сейчас провожу время с детьми. Сегодня мы с Тимуром смотрели «Один дома три», причем он продолжает смотреть. Я пришла на кухню вытащить просто брауни. Что за курочка? Я иду за брауни. За брауни? Подожди, пусть немножко хотя бы остынет. Пока сделай, наверное, всем кофе-чай, поспрашивай, кто что будет. Не лезь. Ну вот. Как обычно. Впервые все. Все, нам приятного аппетита. Вам хороших выходных. Брауни. Все, все, приезжала моя орда. Пока.